Здравствуйте! Всех зрителей БукТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». Я Александр Богданович и в ближайшие полчаса рассказ о событиях Бреста. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Главные темы сегодняшней программы. Кудесники со взглядом сокола, мудростью змеи и сердцем льва. Работники здравоохранения отмечают свой профессиональный праздник. Настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке. Сделать счастливыми своих пациентов. Я в рабочее пойду, пусть меня научат. Бресте прошла межотраслевая ярмарка вакансий. Более 2000 вакансий в списке востребованных водителей, медперсонал, слесарей, строителей. Кому мешают детские площадки и игровые комплексы? Или все о Брестских вандалах? Специальный репортаж корреспондентов БУК-ТВ. Тише едешь, дальше будешь. Почему Брещане недовольны качеством езды маршрутных такси? Мнение всех сторон изучала Анастасия Мелешкевич. Об этих событиях и не только прямо сейчас. Медицину и медицинскую профессию можно считать основным достижением человечества. С древних времен здоровье являлось основной заботой людей. Сегодня медицинская наука продолжает изучать, открывать и осваивать новые методы диагностики и современные способы лечения. Брещена тому яркое подтверждение. Многое уже сделано, немало планов на ближайшее будущее. В Беларуси развитие медицины поставлено в ранг государственной политики. Врачевание всегда было уважаемой и ответственной профессией. Каждодневная забота, сострадание, милосердие было и остается отличительной чертой медицинских работников, которые профессионально и самоотверженно выполняют свой долг, возвращая здоровье людям, а зачастую и жизнь. 18 июня люди в белых халатах отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии даты по всей стране прошли мероприятия, в рамках которых чествовали людей, стоящих на страже здоровья жителей Синюокой. Не остался в стороне и город над Бугом. Лучшие специалисты, настоящие профессионалы непростого, ответственного дела были награждены в ходе областного и городского торжеств. О людях самой гуманной и благородной профессии материал Анастасия Мелешкевич. Добрые, теплые, искренние слова поздравлений принимали накануне своего профессионального праздника медицинские работники Бреста в городском исполнительном комитете масштабно и на достойном уровне. И они по праву получают и награды, и поздравления, и слова благодарности. Ведь брестских врачевателей отличают любовь к профессии, высокий профессионализм, заботливое отношение к пациентам. А иначе нельзя, ведь доктора стоят на страже людского здоровья. Человек в белом халате, медицинский работник – это человек большой души, это человек, призвание которого помогать другим. Поэтому праздник День медицинского работника – это такой душевный, народный праздник. И в данной ситуации сегодня мы чествовали лучших из лучших наших врачей всех направлений. И, на мой взгляд, они достаточно достойно выдержали испытания эпидемиологическими моментами. Самое главное качество, которым должен обладать человек, медик – это умение супереживать. Это умение понимать, что каждый человек – это своя вселенная. Это каждый человек в то же время специфичен. И помочь каждому, вне зависимости от статуса, возраста. И, мне кажется, наши медики умеют и сопереживать, и профессионально лечить. У брестских врачей руки золотые. А когда приплюсовывается к умению, навыкам и опыту материально-техническая составляющая, сила удваивается. Желание работать растет. Сегодня Брестщину можно назвать регионом с развитой по европейским стандартам медициной. Благодаря помощи государства переоснащены, реконструированы старые и построены новые больницы, отделения, центры. В больницах функционирует современное медицинское оборудование. Буквально накануне дня медработников в Брестской областной клинической больнице открыли однофотонный эмиссионный компьютерный томограф фирмы «Сименс», приобретенный главным образом за счет спонсоров. В отличие от других компьютерных, магнитно-резонансных томографов, которые занимаются изучением анатомических отклонений, и этот аппарат изучает функцию органа, то есть как работают почки, щитовидная железа и даже сердце. В этом году открыли усовершенствованную кислородную станцию, которая сегодня запитана от трех источников. И мы сегодня можем, не дай бог, конечно, но можем снабжать практически все койки, которые находятся у нас в стационаре. Единственное, что мы должны подключить кислородные точки еще к этим койкам. Вот, поэтому работа движется. Вот сегодня мы будем заниматься открытием эмиссионного томографа. В перспективе у нас открытие еще тепловой реабилитации терапевтического корпуса. У нас, в общем-то, получается новое современное здание. Очень много сделано и за этот год. И открытие в Лунинце отделения больницы, ремонт и реконструкция в текущий момент наших районных ЦГБ и другие различные объекты. Очень много вкладывается средств. Но, наверное, главное сегодня и не в этом, а в том, что очень важен человеческий фактор. И наши медики, брестские медики, заслуживают слов уважения. И я думаю, что мы искренне сегодня должны их поздравить с праздником. Счастья и здоровьем. Сложнейшие, самые невероятные операции проводят врачи разных специальностей. Многие из них еще совсем недавно находились в ранге заоблачной мечты. А сегодня воплотились в жизнь. В медицину, как я думаю, и подавляющее большинство, или даже, правильнее сказать, все мы и мои коллеги пришли по зову сердца. Потому что иначе по-другому здесь никак не получится. Это должно быть огромное желание приносить помощь людям, помогать, вытягивать, скажем так, с того света. Награды, наверное, всегда приятно получать. Может, порой немножко неловко, потому что не так часто они бывают. Награду – знак отличник здравоохранения. Лично наш министр вручал. Да, приятно получать. Сначала выбирай профессию, которая становится его призванием. Иногда приходится забывать о том, что у тебя есть какие-то свои дела, заботы. Ты приходишь и должен отдать все, что у тебя есть доброго и хорошего. И профессионализм, конечно. Это самое главное, потому что если ты не профессионал своего дела, то ты не сможешь быть хорошим медицинским работником. С детства самого больше нигде себя и не видела, поэтому и пришла сюда. И работаю уже много лет. Нужно делать все от души. Тогда будет все так, как нужно. И будут любить дети и уважать пациенты, родители, мамы, папы, бабушки, дедушки. У нас их много. День медицинских работников – особенный праздник. Это событие – хороший повод произнести слова благодарности людям, которые выбрали такую трудную и ответственную, но очень почудную, необходимую всем профессию – оберегать жизни и здоровье не только взрослых людей, но и тех, кто только появился на свет. Доктора роддома – это особые доктора. Это, наверное, особое призвание, потому что это наиболее сложная работа, это ответственность вдвойне, это ответственность не только за жизнь женщины, но и за жизнь ее будущего ребенка. Врачи родильных домов, как правило, как приходят на свое рабочее место, так практически 99% остаются там работать. Работа в роддоме – это, наверное, самая тяжелая работа, поэтому это, скорее всего, даже, наверное, призвание. Конфуций сказал, выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Врачу Брестского роддома Татьяне Захаренковой в этом отношении повезло. Она очень любит свою профессию, которую выбрала еще в юности. Да, работать врачом в родильном доме тяжело и ответственно, ведь там приходится отвечать сразу за две жизни – мамы и малыша. К своей работе Татьяна Владимировна всегда подходит серьезно, переживает за всех роженец. И несмотря на то, что все ее рабочие будни трудны, это компенсирует положительные эмоции. Всякий раз доктор испытывает счастье от появления на свет крохотного существа. И для нее самая красивая, приятная для ушей песня – крик ребенка здорового и крепкого. Родильный дом – это такое заведение, где каждый день встречаем день рождения. Тут происходит таинство природы, простой и женский подвиг – это роды. Почему именно работа в родильном доме? Ну, наверное, все-таки, я очень, наверное, большая любовь к детям. Держать этот комочек, даже пусть это чье-то счастье, это всегда очень большие эмоции. Всех, кто стоит на страже нашего здоровья, называют спасателями человеческих жизней, а чаще всего – уважительная с любовью – мой доктор, моя сестричка. Сколько много таковых набрещений тех, кто не жалеет добрых слов для своих пациентов, кто продумывает и стратегию, и тактику лечения по труду и награды. Есть профессии, которые в нашей жизни занимают особое место и особое значение. Без сомнения, день медиков – это тот профессиональный праздник, который, ну, наверное, более ярко даже заметен среди простых людей. Очень много в последние годы говорится слов благодарности нашим медикам, и они, безусловно, эти слова заслужены. И ковидная ситуация, и текущий момент, я скажу так, брестские медики, они занимают достойное место и в республике на очень высоком профессиональном счету. Все достижения – это благодаря тем 41 тысячи работникам, которые работают на Брещене, из которых более 6 тысяч – это врачи, 17 тысяч – медицинских работников. Это их праздник. Самое ценное, что есть в нашей системе. И есть возможность сказать слова благодарности от Министерства здравоохранения за их труд, за их преданность своей профессии, за мастерство и талант. За внимательное отношение к людям. И эта благодарность выражается в виде награждения более 40 медицинских работников. Я хочу пожелать всем медикам Брещены крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных целей, благополучия, мирного неба и добра. Ни одна цивилизованная страна не просуществовала бы ни дня без людей в белых халатах. Поэтому в нашей стране, да и во всем мире День медика – один из наиболее почитаемых дней. И нужно особо подчеркивать титанический труд людей в белых халатах. Сложно выбрать среди всех тех, кого надо наградить или не надо, а хочется наградить. Но я должен сказать, что мы празднику премию смогли сделать всем сотрудникам. Поэтому сегодня не так много награжденных было в зале. А выбрали по тем, тех людей, которые, вот я говорил, которые в этом году уже стали маленькими звездочками. И либо на лечебной работе, либо на научной работе, либо на хозяйственной работе. У нас все одинаково оценивается. Поэтому вот звездочки, которые засветили ярче в этом полугодии. Стать врачом дано не каждому. Далеко не каждый выберет эту тяжелейшую профессию. Посвятит всю свою жизнь тому, чтобы лечить людей. Этому надо отдавать душу. И быть верным клятве Гиппократа, которую каждый врач дает, завершая учебное заведение. Коллектив нашей телекомпании присоединяется к поздравлениям. И желает представителям этой благородной и невероятно сложной профессии в первую очередь здоровья, мира в семье и благополучия. Пусть ваш высокий профессионализм, чуткость, забота всегда будут высоко оценены теми, кому вы смогли помочь. И пусть сделанное вами добро возвращается к вам многократно приумноженным в виде энергии, вдохновения и долголетия. Берегите себя, чтобы в случае необходимости вы смогли сберечь и нас. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Межотраслевая ярмарка вакансий прошла в Бресте. Порядка 50 потенциальных работодателей и сотни соискателей. Такое большое количество рекрутеров и потенциальных работодателей обосновано. Предприятиям нужна рабочая сила, а людям достойная работа с достойной заработной платой. И ярмарки вакансий, которые проводятся с завидным постоянством, дают возможность встретиться двум сторонам и, как говорится, сверить часы. Какие требования предъявляются к сотрудникам и что хотят соискатели? Насколько высок процент трудоустройства по итогам проведения подобных мероприятий? И в чем видят эффект от проведения ярмарок вакансий их организаторы? Ответы на эти и другие вопросы в материале Ларисы Осмолович. Нужна работа, ищите ее на ярмарке вакансий. А тех, кому просто необходимо трудоустройство, в Бресте немало. Это ощущалось уже на подходе к горосполкому. Люди делятся друг с другом проблемами, советуют, куда обратиться, сетуют. Без работы сегодня никуда. Так было, так есть и так будет. А потому ярмарка вакансий – один из способов быстро трудоустроиться. Но соответствует ли спрос предложениям? Вопрос трудоустройства – это неоконченный процесс, скажем так. Кто-то находит работу быстро, для кого-то требуется время. И несоответствие спроса и предложения, оно было всегда. Просто степень проявления его разная. Я хочу отметить, что в городе Бресте в настоящее время более 2250 вакансий. В основном, большая часть вакансий – это рабочие профессии, 59%. А остальные вакансии между отраслями распределены примерно равномерно. Если не считать здравоохранение, здесь эта проблема существует уже какое-то продолжительное время. У нас в городе 21% вакансий – это в сферу здравоохранения. Требуются врачи-специалисты, средний медицинский персонал, а также санитарки. А еще нужны водители. Повышенный спрос в этом году на неквалифицированную рабочую силу в целом. Список вакансий достаточно велик – порядка 2250. Соискатели тоже в постоянном движении. С начала года, за пять месяцев, к нам обратилось 2100 человек. Из них безработными было признано 1100. Из 1100 нашли работу 700 человек примерно. Примерно 60-70% в течение непродолжительного времени находят работу. И по состоянию на 1 июня на учете в управлении состоит 398 человек. Это те, с которыми мы работаем. В том числе и для них предназначено сегодняшнее мероприятие. У каждого человека, который пришел искать работу, своя история. Порой довольно грустная. Оксана Павлючик, квалифицированная медсестра, после вынужденного перерыва на работу не берут. Причины не обосновывают. Я медицинская сестра. Стаж работы 20 лет. Два года я не работала по специальности. И после того, как не работала по специальности два года, сейчас немножко проблематично устроится. Снова медицина. Это только один эпизод из жизни человека, оказавшегося без работы. Ситуаций происходит очень много. Иногда тот, кто теперь живет со статусом безработный и не предполагал, что все получится именно так. Кстати, специальность медсестры востребована. И есть вероятность устройства Оксаны на работу в Брестскую клиническую больницу. Нам требуются санитарки, требуются кухонные рабочие, повар, требуются плотники. Медсестры, очень много медсестер требуется. Несмотря на то, что грядет распределение после медицинского колледжа, сейчас очень много специалистов будет распределяться в наше учреждение. Но, тем не менее, все равно кадры всегда нам нужны. Каждое предприятие заинтересовано в работниках высокой квалификации, поэтому прямо на месте. Специалисты и кадровики изучали все документы, подтверждающие образование, знакомились с биографией, заинтересованы в подборе квалифицированных кадров и в жабинке на сахарном заводе. На постоянную работу нам очень нужны электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Для нас это высококвалифицированный труд, потому что это надо иметь минимум колледж. Зарплата от 800 рублей, в зависимости дальше от того, как человек себя проявит. Но это на постоянную работу. На сезонную работу нам будет очень много необходимых людей, до 150 человек. Это сезонные работники, это менее квалифицированные работники. У нас, помимо нашего основного предприятия, по всей области есть филиалы. Нужны будут грузчики, 50 килограмм, очень. Там приличная зарплата, но тяжелый физический труд. Нужны будут грузчики, монтеры пути железнодорожного цеха. Нужны будут буртоукладчики, машинисты буртоукладочных машин. Женские профессии – это лаборанты химанализа. Подсобные рабочие, уборщики производственных помещений, шехтовщики на газовую печь. Жемогрануляционное отделение, нужны будут аппаратчики. Мы заготовим много свеклы, будем очень хорошо работать. Поверьте, будет достойная заработная флаг. Подлежащий камень вода не течет, и ярмарка вакансий – один из способов трудоустроиться. И стоит отметить, что среди соискателей люди разного возраста и разного социального статуса. И объединяет их одно – поиск работы. Желание стать самостоятельным поможет в дальнейшем, потому что ты уже более самостоятельный человек, и ты не нуждаешься в средствах родителей. Хочешь купить на заработанное дело? Ничего, просто отложить на будущее. В лет 18 машину купить, допустим, вообще будет отлично. А вы? То же самое, такие же успехи, как моего друга. А кем вы хотите сейчас поработать? В данный момент, хотя бы грузчиком, да, уже было бы отлично. Можно сказать, что вы не гнушаетесь никакой работы? Да, в принципе, все подходит. Любая работа. Человек должен работать, дома сидеть. Ну, я не привык. Как бы, рассветить силу, автомобиль, права, все есть. Но, увы, работы нету. Уезжать не хочу. Я инженер-технолог пищевого производства. Я ищу работу и готов рассмотреть любые вакансии, поэтому я здесь. Заметил, что в основном государственные предприятия присутствуют здесь. Частного бизнеса почти нет, то есть только крупные. Ну, то, что предлагается, немножко не по моей специальности. А вы по специальности, простите, кто? Инженер-строитель. Закончил политехнический институт. И куда бы вы хотели устроиться? Вот на вашу жизнь. У меня специализация водоснабжения, водоотведения, чистка природных источных вод. Похожие профессии здесь не предлагаются. Закон экономики гласит, спрос рождает предложение. Но эта зависимость не всегда действует на рынке труда. Но все достижимо, когда у вас есть цель. Нужно не придумывать себе оправдание, а просто начать идти к ней, к цели. Ведь тяжелые времена часто дают прекрасные возможности. Брест в нынешнем году на самом высоком уровне признан самым благоустроенным городом страны. И это подтверждает много фактов и много людей. Нельзя не восхищаться великолепными парками и тенистыми аллеями, уютными узкими улочками и широкими проспектами, современными кварталами, а сколько зелени и цветов. Не зря городом-садом называют наш Брест. Следовать вектору благоустройства продолжат и дальше. Одно из приоритетных направлений – сделать еще комфортнее проживание в спальных районах, особенно старой застройки. Устанавливаются детские комплексы, игровые и спортивные площадки. И на все это уходит немало материальных средств. Для примера – спортивно-игровой городок по улице Московской. Здесь вам и качели, и горки, турники и тренажеры. В общем, тем, кому сегодня за 30 в детстве о таком не могли и мечтать. И вся эта красота могла бы радовать детишек многие годы, если бы не вандалы. Под определение «вандал» попадают не только люди, оскверняющие памятники или иные достопримечательности, но и те, кто умышленно портит непринадлежащее ему имущество. И детская спортивно-игровая площадка на Московской – как раз одно из таких мест. Она регулярно подвергается нападкам и со стороны подростков, и со стороны маргиналов. Находясь в спальном районе старой постройки, она совсем не защищена от деструктивных действий подобных лиц. Поэтому недоломанные тренажеры, качели и турники, расписанные непонятными каракулями – лишь повод вернуться и доделать начатое. Так и происходит. Затрачены были колоссальные деньги на это все дело. Но, соответственно, через год эксплуатации мы приходим и видим, что творится на этих площадках. Сломанные качели, вырванное оборудование. Так что назревает вопрос, даже не знаю, что люди к данному имуществу относятся к не как к своему, а как будто данное кто-то им это должен был поставить. Я думаю, надо уже в ближайшее время какой-то менять подход, чтобы жильцы, наверное, участвовали в финансировании. Когда они будут участвовать, будут видеть, что они тратят на это деньги, будет совсем другое отношение к этому же имуществу. И, соответственно, нам, как говорится, будет только поддерживать в надлежащем состоянии это имущество. Валерий Жихович, директор фирмы «Стэшан», занимается устранением неисправностей или, проще говоря, разрушений, которые наносят вандалы. Специально для нашего канала он провел мини-экскурсию, во время которой показал последствия действий малолетних разрушителей. Мы занимаемся ремонтом вот этого оборудования, и за редким исключением, за редким исключением, когда приезжаем во двор, обязательно выходят 2-3 бабушки, которые начинают нам рассказывать, как тут ночью ломали, как тут пьяницы, как тут этот, на вопрос, чего они позвонили в милицию. Все, бабушки исчезают. Значит, что ломают? У меня лысина дымом встает. Как можно вот такое сломать? Как можно сломать вот это? Моя инженерная слома не понимает, как. Давайте посмотрим. Как можно вот это сломать? Это я знаю, как они ломали. Это вдвоем или втроем встали и сломали там ось. Вот это, вероятнее всего, ударили вот так. Потому что тут стоит стопор, стопорное кольцо. Сломано. Еще раз ударил, ребенок выскочит. Как можно заполнить. Ну, чуть больше, чем полгода. Вот это стоит этот комплекс. Угробить такой комплекс, ворогостойчивый комплекс. Смотрите дальше. Здесь нету, здесь нету. Здесь даже скобу сперли. Здесь даже скобу сперли. Там. На одном болту держится. Ребенок же лазит. Ребенок. Рано или поздно, это... О, вот, вот. Вот она сейчас уже может свалиться. Вот это дитё сейчас. Хочется сказать родителям. Хочется сказать родителям, что родители, ну, ладно, заряжите тут веревку или ленту, чтобы дети не лазили. Особенно иронично то, что на помощь коммунальникам приходят маленькие дети, которые моют и следят за чистотой спортивной игровой площадки. А взрослые, которые, казалось бы, должны подавать пример подрастающему поколению, наоборот, показывают, как лучше нанести увечья спортивному инвентарю. Мы приходили, выносили тряпки, духи свои и мыли всю площадку. Когда? В прошлом году. Там всё было чистенько, всё красиво, поднято. Приходили старшеклассники какие-то, банки целые. Они начали свои краски выносить и рисовать граффити. И мы говорили то, что перестаньте это делать. Они говорили, что это круто, как бы. Мы их отгоняли. И так это всё ломали они, выдирали доски. Выход из этой ситуации есть. Обязать жильцов близлежащих домов ежемесячно платить за содержание площадки из своего кармана. Ведь это их дети здесь обитают. Их дети здесь играют. Их дети всё это разрушают. А за всё надо платить в нашей жизни. А как по-другому? Если те, кто может воспрепятствовать маргиналам, просто закрывают глаза на их действия. Не надо искать, изобретать велосипед. Подъедете в ТСЖ, там люди платят за... Они знают, что если сломают, они будут платить своими деньгами. Я бы уже давно ввел такой же коммунальные платежи, какой-то платеж на детское оборудование. Мы ещё по старинке привыкли, что... Как 20 лет назад там варили эту цепь, не цепь, а трубу, повесили сиденье. И его обслуживать ничего не надо. Сейчас же посмотрите, очень тонкое, очень деликатное оборудование. Его надо обслуживать. Надо создать какую-то службу. Или хотя бы, ну, человека два таких технически грамотных, которые могли приехать, посмотреть, что тут и быстренько исправить. Здесь участие должно быть всех, а не только коммунальных служб, что коммунальные службы должны. Здесь должны все мы участвовать в этом. Это наше общее имущество, которое для нас делают те же спонсоры. Они тратят средства на это. Мы должны смотреть всеми. Это же не для нас оно сделано, это для жильцов сделано. Для сравнения, мы подъехали на аналогичную детскую площадку среди новых домов по улице Мытной. Ее установили в одно время со спортивным игровым городком на Московской. Она практически целая и нетронутая. Неужели проблема исключительно в месте расположения? А может быть в нашем безразличии? В подходе к жизни, обозначенном простыми словами. Моя хата с краю? Ничего не знаю. Вопрос остается открытым. Номер горячей линии нашего канала 54-63-67. И она действительно горячая. Люди звонят и просят решить некоторые вопросы. Помогаем по мере наших возможностей. Часто эти звонки становятся темой очередного материала. Так получилось и в этот раз. Звонок от Брещанки, которая не просто недовольна водителями маршруток. Она искренне боится даже сесть в машину. Стал поводом для создания нашего следующего сюжета. Все сошлось ко времени и к месту. Сотрудники ГАИ и Брестгортранса также организовали проверку технического состояния транспорта экспрессного сообщения. Чтобы не быть голословными, наши корреспонденты промониторили ситуацию и сделали выводы на основе трех мнений. Пассажиров, водителей и официальных представителей ГАИ и Брестгортранса. Брест – областной центр с развитой системой транспортных перевозок. По городским улицам и окрестностям курсируют автобусы, троллейбусы и относительно молодой вид общественного транспорта – автомобили экспрессного сообщения. Сегодня в областном центре перевозка пассажиров занимается 17 маршрутов экспрессного сообщения. А это порядка 355 единиц транспорта. Принадлежат маршрутки как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, которые ежедневно выходят на дороги Бреста. Безопасность людей в приоритете. Поэтому при отборе перевозчика, как к любому водителю общественного транспорта, особые требования. Они проходят стажировку, когда поступают, соответственно, у них должна быть соответствующая категория. Раз в пять лет они должны проходить квалификацию, которая в Бресте у нас проводит обучение. Это коммунально-унитарное предприятие Брестский общественный транспорт. У них там проходит обучение. Водители в основном нанимают перевозчики. У нас они получают карточку водителя. Мы у себя, естественно, перепроверяем где-то, если у нас какое-то сомнение есть, смотрим по нарушениям, связываемся с ГАИ, какие был человек, привлекался, не привлекался. Делаем запросы в наркологию, проверяем справки тоже с нарколога, психолога с нарколога. Сами делаем запросы в наркологию, периодически направляем запрос, чтобы нам предоставили сведения. Но вернемся к нашему респонденту, пожелавшему остаться инкогнито. Как говорилось ранее, она не так давно звонила на горячую линию нашего канала, рассказав, что недовольна водителями маршруток. Она искренне боится передвигаться на них. Но подобные ситуации случаются с каждым из нас, поскольку водители маршрутных такси превышают скорость, игнорируют правила дорожного движения, нарушают требования перевозки пассажиров. Часто в часы пик салоны маршрутных такси переполнены, хотя это категорически запрещено. Нарушают это одно. Но не стоит еще забывать, что пассажир платит вдвое дороже, чем в автобусе и троллейбусе. За комфорт. Когда на тебя падает человек с сумкой, когда тебе надо стоять, когда качает, и на поворотах можно вообще вывелиться, конечно, неудобно. Придавит больше по скорости. А так, в основном, скоростной режим. Ну, перевозки тут, вы знаете, каждый хочет уехать пораньше, и тут уже, ну, смотреть неудили, потому что просьба бывает как с другой, так и с одной стороны. Но в основном это нарушается. Если есть такие моменты, то это факт. Единственное, что я недовольна, что они останавливаются в конце остановки. Если я в начале остановки, то и не добежать, и вообще возможность пропустить просто маршрут. Недовольны нарушениями правил дорожного движения со стороны маршруток и водителей автобусов и троллейбусов. Они нас задерживают, выстраиваются в ряд. Они такой же общественный транспорт, как и мы. Они обязаны также подъезжать в бордюру, соблюдать, как бы, это, очередность. Это тот же общественный транспорт. Лихачат, это да, это очень сильно. Короче, они подрезают в любой момент. Знаете, все время надо быть внимательным. Останавливаются в начале остановки, то это мешает нам. Они останавливаются, да, в конце остановки. Приходится ждать, объезжать. Ну, это каждый день почти. Нарушение жалобы. А каков алгоритм ответственности? По мере поступления жалоб мы, если где-то позвонили пассажиры или поступил нам сигнал, что с транспортным средством что-то не то, мы вызываем на предприятие транспортные средства и тоже осматриваем. У нас с каждым перевозчиком имеются договора. В договорах прописаны все нарушения, которые ими допускаются. И есть штрафные санкции. Вызываем, оформляем акты, допустим, за неработающую навигацию, за неработающий видеорегистратор. Если транспортное средство не выехало без уважительных причин на линию, все это прописано в договорах и всех привлекаем. Как бы ни были обоснованы возмущения и водители автобусов, троллейбусов, пассажиров и специалистов, у водителей маршрутных такси своя точка зрения на эту ситуацию. Если честно сказать, я стоя не беру, честно сказать. Стоя не беру, потому что принципиально зачем. Я как бы сам на себя работаю, мне как бы дороже все лицензии и все остальное ИП, чтобы не закрыли ничего. Обидно, очень обидно. Но некоторые тоже, когда садятся в маршрутку, они хотят заехать за 2-3 минуты с одной точки города в другую точку, которая находится, допустим, как наш маршрут, Речица-Восток. Они хотят туда заехать за 2 минуты, потому что они опаздывают. Каждый утром хочет поспать, а потом я опаздываю на работу, чего вы тянетесь, чего вы стоите. Такие вопросы задают. Ну, пораньше вставайте, выходите. Как бы тоже скоростной режим, светофор, и все это же нужно соблюдать. Пассажиры разные есть люди. И каждому надо, каждому подход. Есть пенсионеры, есть маленькие дети, маленькими детьми. Но самое главное, что безопасность движения. Город, очень много машин, очень много машин, очень много пробок. Главное, что это сложность, чтобы нас, пассажиры, любили. Самое главное, отношение пассажиров к водителям. Уважение. Не просто водитель, а водитель маршрутки, водитель автобуса. Самое главное, потому что самое тяжело в жару, в холод возить людей. Дороги скользкие, жара, очень температура. Кондиционеры надо включать. Смотрит, чтобы не надуло людей. Разные люди есть. Ну, водителю главное город, чтобы был в первую очередь водитель главный в этой ситуации. Это безопасность движения. Мы выслушали все стороны участников дорожного движения. Кто прав, кто виноват, судить вам, конечно же, уважаемые телезрители. Но культура поведения на дорогах города должна стоять на первом месте. А сейчас о других новостях. Еще три года назад у белорусов не стоял вопрос, в какую часть земного шара они могли бы отправиться. Были бы средства и все дороги открыты. Но с началом 2020 года, когда начали вступать в силу ковидные ограничения, все кардинально изменилось. Мы узнали, что такое коронавирус, ПЦР-тесты, антитела. В общем, расширили границы словарного запаса. Но сузили рамки своих планов по посещению тех или иных стран. Потом пришел 2022. Ухудшилась геополитическая обстановка, проблемы с визами, рост цен туристических путевок. Для нас выбор направлений стал еще меньше. Плохо, но не так, как кто-то где-то там рисует. Мы ответим на вопросы, какие варианты отдыха как внутри страны, так и за рубежом до сих пор остаются. Несмотря на то, что туристические направления сегодня кардинально изменились и тяжело разобраться, куда можно поехать на отдых без проблем, а куда попасть проблематично, все же еще осталось много мест, куда обрещания могут отправиться без особых сложностей и ограничений. Тем более, что в последнее время внутренний туризм Беларуси пользуется спросом. Это связано не только с проблемами получить визу или иными запретами. В первую очередь, наша страна популярна санаториями, городами с многовековой историей, десятками достопримечательностей, старинными усадьбами и монастырями. Беларусь не просто так прозвали легкими Европы. Возьмем объекты Брестской области, в первую очередь санатории. Санаторий Ружанский нам сказал, что лето продано полностью и только 30% россияне. Белая группа здравница, это бывшая Бересте, сказали, что лето почти все продано и только 20% среди отдыхающих россияне. То есть, если санатории проданы, значит, другие туристические объекты, более дешевые, безусловно, выкуплены уже отдыхающими давно. Плюс ко всему для беларусов открывается и новое безблизовое направление. К примеру, в Российскую Федерацию с выездом на автобусах из Минска, в города Севастополь, Краснодарский край, Анапу, Сочи и ряд других курортных мест, где ждут наших граждан. Неизменными остаются авиатуры в Турцию и Египет. К сожалению, в этом году только из Минска, из Бреста чартеров нет, что было очень удобно для жителей Брестской области. И в связи с облетами, я имею в виду рейсы на Турцию и на Египет, в связи с облетами через Казахстан, очень возросла стоимость авиаперелетов. Не только время полета с 3 часов до 6 удлинилось, но и стоимость перелета увеличилась где-то от 150 евро и выше. И вы, как посчитаете, на семью это достаточно затратная статья. Конечно, каждому хочется попасть на далекие пляжи Турции или отдохнуть на лазурном побережье Франции, а также посмотреть здешние достопримечательности. Но что делать, если возможности попасть туда сегодня практически нет? Дорого, а альтернатива нужна. Согласитесь, ведь мало кто задумывается, что самое, что и не на есть достопримечательности находятся прямо у нас, так сказать, под носом. Брестская крепость, музей спасенных ценностей, краеведческий музей, городской сад, главная достопримечательность которого, парк Волунов, занял первое место на конкурсе ландшафтного дизайна. Именно для того, чтобы облегчить жизнь иногороднему или зарубежному туристу, по всему Бресту установлены специальные туристические стенды, которые легко помогут ориентироваться любому человеку, который приехал посмотреть на наш город. На протяжении целого года разрабатывалась именно сама информация, которую необходимо было разместить, согласовывалась с культурой и с другими службами. Сам дизайн выбирался также, скажем так, коллегиально. Ну, все-таки туристический стенд должен быть не просто информационным, он должен быть еще и иметь современный вид. И быть местом, рядом с которым интересно сфотографироваться любому туристу, который приезжает в город. Много уделяем времени новым маршрутам. Специально взяли человека, экскурсовода, который разрабатывает у нас новый продукт. Почему? Потому что многие уже съездили по таким знаковым большим объектам, а вот мелкие музейчики, районные и так далее, очень интересные, которые именно интересно посмотреть, но люди про них вообще ничего не знают. Именно вот такими турами сейчас занимается у нас экскурсовод специально, который мы взяли на работу. Сложности, которые сегодня стоят перед белорусскими туристами, в первую очередь связаны с непредвиденными обстоятельствами. Никто не ждал пандемию, как никто не ожидал, и геополитические проблемы. Тем не менее, сегодня есть отличная возможность изучить собственную страну. Знаете, когда был ковид, к нашему удивлению и к удивлению туристов, какая у нас хорошая и интересная страна. Сколько у нас есть всего интересного. Просто не всегда есть возможность это посмотреть и как-то, ну, вот не ценишь и не задумываешься о том, где ты живешь. Кажется, ну вот в любой момент, я же все знаю, я все могу. А это получается, взгляд со стороны, и на самом деле очень интересно, очень познавательно. Тем более, в эти стуры, как бы, они относительно демократичны по ценам. Можно собраться с семьей, прекрасно провести с ней время. Можно, конечно, на шашлык поехать, но с удовольствием вот сейчас люди обращаются именно к теме Беларуси, к ее истории. Беларусь – страна с многовековой историей. Только городу Бресту уже более тысячи лет. Каждая его улочка – это уже целая история. Парки, сады с оригинальными арт-объектами, тенистые аллеи, широкие проспекты, музеи, известные во всем мире исторические личности – все это объединено в одном областном центре. Именно поэтому любому беларусу, прежде чем отправиться смотреть Варшаву или какой-либо другой город, стоит остановиться, осмотреться и понять, что лучше Бреста нету места. Лучше Бреста нету места. И это действительно так. Ведь наш любимый Брест – это город богатой историей, в которой постоянно можно открывать что-то новое. Это город интересных людей. И, наконец, это город контрастов. Здесь прекрасно уживаются белорусская самобытность и уникальность с европейской культурой и архитектурой. Немало сказано и написано о Бресте. Он воспят художниками и поэтами прошлого и современности. История тысячелетнего города нашла отражение не только в архитектуре, но и в картинках брестских художников. И все это можно было увидеть на выставке, которая открылась в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра, что на Советской. Торжественное открытие выставки «Лучше Бреста нету места» еще не началось, а в зале уже многолюдно. Под красивейшие плавные звуки скрипки нарядные гости рассматривали экспозиции. Внимание нашей съемочной группы привлекли мужчины в смокингах и цилиндрах и дамы в старинных платьях и шляпах. Оказывается, они и были виновниками и организаторами торжества. Мастера Клуба народного творчества «Наследие» и Белорусской ассоциации творческих людей, которые представили на суд зрителей плоды своего творчества. На сегодняшней экспозиции участвует 35 наших городских художников. Представлено более 167 произведений живописных полотен и в том числе наши ремесленники. Мы все жители города, мы все хотим видеть наш город красивым, уютным, а он таким и есть. И очень важно популяризировать это, показать всему миру и нашему городу, и Белоруссии, и за пределами нашей страны, какие у нас есть таланты и какие преобразования, изменения происходят в нашем городе. От выставки веет тепло, так трогательно, когда смотришь и пожилого человека, и маленького ребенка, они вот разглядывают что-то на картине. Я очень рада, что наш клуб «Наследие», который существует всего лишь чуть больше года, объединил вокруг себя столько талантливых людей. И рада, что действительно в центре города сегодня открылась выставка и будет она работать до середины июля. Вот и пришло время торжественного открытия выставки. К микрофону был приглашен глава города Александр Рогачук. Лучше Бреста нету места. Замечательный словооборот, замечательная фраза, которая легко запоминается. Я ее довольно активно употребляю и в коммуникациях, и в общении с гостями нашего города. Потому что я уверен, что это так на самом деле, что лучше Бреста нету места. Потому что город живет, и вот это мероприятие, замечательное, яркое, интересное мероприятие, оно дает нашему городу тоже какую-то изюминку самобытности и красоты. Повторюсь, известный тезис. Мы можем настроить сколько угодно чего. Мы даже можем набережную сделать длиной 10 километров. Если мы не будем жить эмоциями, не будем жить какими-то духовными, фундаментальными ценностями, все равно, значит, получается, у нас будет какой-то поселок. А Брест – это город многокомпонентный. Это город, который в себе компилирует культуры разные, зачастую очень даже между собой не коммутирующие. И задача власти – создавать условия для самовыражения. И представитель данных культур, и направление творческой деятельности. Можно много говорить. Я просто рад вас всех видеть. Ни одного в маске. Поэтому дай Бог, чтобы теперь так было всегда. Я зашел в соседний павильон, и мне подарили... Я спросил, какие символы наиболее востребованы. Сказали, что, как всегда, зубр, как всегда, символика Брестской крепости. И появился новый символ, который спрашивают наши туристы – это Аист. И вот мне подарили колокольчик с изображением Аиста и словом Брест. Я тут же хочу сцимпровизировать и объявить выставку, как звоночек в школе. Можно, да? То есть выставку «Лучше Бреста нету места» объявляю открытым. Представленные на вернисаже 120 работ имеют широкий творческий диапазон, разнообразный по своей стилистике и тематике. Но все они объединены одним посылом – темой любви к любимому городу. И, несомненно, что каждый присутствующий нашел, что посмотреть и узнать. Это и старые улочки в центре с неповторимой атмосферой, ухоженные парки и скверы, дарящие прохладу и летний зной. Это и всем знакомые реки и озера. И, конечно, Брестская крепость, принявшая первый бой 22 июня 1941 года. Она до сих пор хранит свои тайны и удивляет историков. Но даже несмотря на то, что город Брест тогда был разрушен, он смог возродиться заново, как фениксы с пеплом. В начале 90-х годов, как художник, я тоже много писал «Город Брест». И было сложно что-то написать. Не так было много красивых, значимых мест. Но благодаря работе властей, руководителей, жителей нашего города, город настолько преобразовался, что у нас сейчас столько интересных живописных уголков. Вот действительно для профессиональных художников великолепная тема, хорошая площадка для творчества. Изображенные дворики старых кварталов центра Бреста. Улицы и площади в разные поры года. Под дождем и в солнечных бликах. Портреты горожан – все это дарило незабываемые эмоции гостям города. Я согласна с названием этой выставки, что лучше места Бреста нет. Потому что я приехала сюда в ноябре 2014 года. Я как беженка с Луганска. Мне очень Брест понравился. Своей красотой, своей чистотой. Вот этими, вот природой, парки, озера, реки. Вот это вот почтва песчаная. Мне кажется, я всю жизнь мечтала в таком месте жить. Мне очень понравилось. Да, и эта выставка отображает это. Организаторы мероприятия бесспорно сделали выставку яркой, запоминающейся. Это у них получилось на 100%. Помимо просмотра на и красивейших картин, среди гостей выставки состоялась викторина розыгрыш двух художественных произведений. А также каждый желающий мог принять участие в шоу-мастер-классе по написанию совместной картины. Незабываемую атмосферу выставки создавали и приглашенные артисты. Они смогли добавить мероприятию, шармам и эксклюзивности. Ведь слуган «Лучше Бреста нету места» стал для всех нас выражением любви к своему городу. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Это были главные события Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, есть еще что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Я, Александр Богданович, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok